Всем привет, всем здравствуйте! Добро пожаловать в мой влог. Посмотрите, что мой телефон творит. Падает у меня каждый день по несколько раз в день. Короче, сегодня выходной, как и обычно. Сегодня выходной в Бельгии, я имею в виду, сегодня суббота. Что нам надо сделать? Надо сделать небольшие покупочки. Нужно вывести хлам, там всякие машинки старые, которые сломались, эти садовые, старую газонокосилку, старую, вот эту подстригалку для этих, для кустов. В общем, надо вывести хлам. Нужно, что нужно? Значит, вывести хлам. Дальше. Мне девушка посоветовала, кстати, парни промолчались. Кстати, парни отмолчались по поводу, как вот эти вот, вот это вот сообщение про давление в шинах убрать. Отмолчались парнишки, хотя, может, я не видела, пропустила. И мне девочка написала, у нее муж механик, она говорит, просто нужно зайти в настройки банден, да, в компьютере, и просто, ну, так сказать, все настройки скинуть. Если у вас такая же проблема, рекомендую. Вот. Займемся сегодня этим вопросиком. Дальше, что надо сегодня сделать? Ну, конечно, поедем, что-нибудь купим вкусненькое. У меня все фрукты уже съедены. Остался, по-моему, один киви. Гурос я готовила с перловкой. Это было невероятно вкусно. Помидоры есть, надо огурцов подкупить. В общем, сегодня надо будет расчистить холодильник, выкинуть все лишнее и подкупить новых продуктов. Да, я не знаю, я вроде, я стала много есть, да. Потому что я все время уставшая, поэтому все время хочется есть. Значит, вывести хлам, продукты. Ну, в общем, такой денечек у нас с вами домашний. Поехали! У меня вчера соскользнул с уха мой вот наушник. У меня вот эти брошки, Эпплские, обожаю эти наушники. Без них никуда. Но почему-то вот они не подходят под мои уши. То они большие, то они маленькие. Короче, плохо они у меня держатся, плохо фиксируются. Иногда они вот, знаете, бывают волосы поправишь, там, не знаю, очки, еще чего-то. Короче, легкое касание к этим наушникам, они сползают. То есть надо быть очень аккуратным. Я часто их падаю, на велосипеде еду, упал наушник. Все, если сразу не почувствовала, ты его потеряешь. Но этим наушникам уже года три, наверное. Никогда с ним никаких проблем не было. То есть они прям классные. Так вот, упал наушник, я ищу, 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 ищу. Нет нигде, на кухне как раз была. Думаю, ну что, Жорик, что ли, съел? Да не успел, думаю, не подходил вроде. Ну, короче, нет нигде. Везде все обрыло несколько лет, думаю, ну что, слепая, что ли? Оказывается, потом уже забила на это все, стала разбирать свою эту посудомойку. И, слава богу, залезла вот в этот вот фильтр, который выкручивается, в котором там всякие остатки, ошметки остаются. Оказывается, он там был. Вы можете себе представить? Туда упал. Слава богу, я туда залезла. Короче, жесть. Вот такие вот дела. Нашла наушник. Так, ну что, вот магазин называется Депо. О, Депот. Я называю Депо. Раньше этот магазин назывался... Да, я, конечно, специалист по парковке. Ладно, пять минут. Короче, магазин раньше назывался... Блин, забыла. Короче, они поменяли название. Вот видите, написано Erstkös Tvidehans. Tvidehans называется Second Hand. Видите, воскресенье и понедельник они закрыты. А зачем работать 7 на 7? От 10 до 6. Так, ну что, начнем. К сожалению, здесь играет музыка, поэтому придется мне тараторить. Посмотрите, какой красивый, круглый, мраморный стол. Всего 300 евро. Вот на такой вот, не знаю, что за нога у него. Мрамор очень толстый. Очень классный круглый стол, мраморный. Но мрамор как будто бы немножко уже надоел. Мне нравятся библиотеки вот такие вот деревянные. Это массив, дерево. Не вижу цену, может быть, уже купили. Вот такой вот деревянный стол. Очень классный, очень красивый. И он, кстати, не очень широкий. Вот он всего-то, господи, сколько тут? Сантиметров 30, наверное. Может, 25. Здесь, кстати, можно купить классные сервизы. Дорогие. Вот это у нас, например, кто? Не вижу. Наеден Чехословакия. Какой-то чешский сервиз. Здесь и Валерой Бог можно найти, и Лимош, и вот это все. Вот здесь можно красивые статуэтки купить. Но здесь все дорого. Здесь вот по пятишевке ничего не найдете. Ну, как бы, да. Что-то я смотрю, сегодня как будто бы... Стул в стиле Рудковская. С кабанами, с охотой. 65 евро. Две подушечки. Ну, так, симпатичненько, конечно. А как вам вот этот вот греческий воин? С щитом. Так. Господи, тут и китч продается вот такой вот. И, конечно, посмотрите, какой красивый фарфор. Боже мой, он прозрачный. Какая-то ручная работа. Посмотрите, все пронумерованы. Кстати, можно легко проверить, фарфор это или нет. Выключив свет и подожгать свечку или... Ну, видно, что, видите, мои пальцы просвечиваются на свету. Это, конечно, фарфор тоненький. Знаете, как приятно пить из тоненькой чашечки? Как можно пить из толстой, скажите? А вот этот вот кабинетный стол уже здесь стоит давно. Или нет? Нет, тот был с бархатом, этот с кожей. Ну, смотрите, какие у него лапки. Как у льва. Смотрите, как раньше делали, да? Прям львиные лапки. Стоит 245 евро. Вот это очень красивая билотека с лестницей, но она перекрашенная. Она, видимо, была белая. Ее зачем-то попрасили в коричневый цвет. Если ее зачистить до дуба, да, до дерева, она будет очень красивая. Я не вижу цену, но она шикарная. Вот видите, она крашеная, перекрашенная сто раз. Ой, какое кресло Людовика 14-го. Не, Людовика 16-го. Так, смотрите, тут написано, что... Не пойму, наверное, уже продана вот эта библиотека. Ну, с ней много возни, но если ее зачистить, она будет потрясающая. Но я не люблю эти библиотеки с лестницами. Семья бы я такое не хотела. Боже, какое, смотрите, блюдо шикарное, 32 евро. Не знаю, без какого-то клейма для ракушек. Вот здесь можно ракушки, эти крабы, фраков есть, а здесь очистки или соус. Так, мне понравился вот этот вот буфет. Всего лишь 175 евро. Посмотрите, какой красивый буфет. Буфет английский. Английский буфет без полок, что ли. Мне бы такой подошел под духи. Но я ничего такого не хочу покупать, потому что я вообще не собираюсь как-то гнездиться сильно в белье. Все, как есть, так и есть. В общем, магазин огромный. Вот это денежное дерево. Обалдеть, какое большое. Надо мне мое тоже пересаживать, но ему мало места. Ну, вообще, вот такие вот здесь экспонаты продаются. Вот современная мебель, например. Пойдемте посмотрим, что у них. Ой, какой торшер, посмотрите. Вы видели такую красоту? Богемский кристалл. Ой, тяжелое какое. Я бы хотела такие бокалы. А это что такое? Что-то за зеркальная композиция. Дизайн какой-то. В общем, здесь, конечно, можно какие-то найти уникальные объекты для вашего дома. Вот, например, вот такие вот кросс-лайт. Но это пластик, это не стекло. Почему так дорого? 120 евро. Это какие-то барные лампы. Ой, ужас какой. Помните в настоящем детективе вот эти вот рожи, рога? Страх. Страх, страх, страх. Что-то в этот раз ничего красивого тут нет. Что это? На Гент похоже. А это не написано, какой город. Но мне кажется, похоже на Гент. Как будто бы Гентовская площадь. Продается фотография солдата. Непонятно, какой армии. Но посмотрите, как красивый мужчина. Молодой. Да? Очень красивый. Не знаю, люблю мужчин в форме. Прям лицо современное такое. Видно, что очень старая фотография. А вот это интересно, да? Как будто бы какая-то кадр на Ив Русис. Российская. Российские мотивы. Так, что здесь? Какие-то немецкие охотники. Немецкие охотники. Я покупила какую-нибудь красивую картину. Мне нравится искусство. Ну, надо, чтобы это было искусством, а не китчем. А здесь иногда продаются хорошие картины. Но не сегодня. Вот чисто бельгийский мотив. Церквуха. Грустные какие-то домишки. Серое небо. Вот чисто. В Лисагем. Керк, в Лисагем. В Лисагем это деревня. Здесь небольшая есть. Понятно. Смотрите, белая пианина продается. 1600. Хорошая, наверное, фирма, да? Рамо. Очень красивая белая пианина. 1600. Девочки, кому надо? Со стульчиком. Ладно, смотреть тут нечего сегодня. Пойдемте. Так, мои дорогие. Я купила себе вот такую мороженку. Это замороженный сок. Банана. Такая вкуснямба. Я сейчас вторую буду. Я уже одну съела. Сейчас вторую. Это так вкусно. Короче, замороженный сок. Ну, сарбе. Виноград. Ананасовый сок. И банан. Это так вкусно. Это, я думаю, что, конечно, очень калорийно. Ну, вот в эту жару. Духату. Я вообще зачем-то еще надела платье вот это длинное. Ну, с длинным рукавом. Надо было какие-то шортики надеть. Короче, о чем я хотела вам рассказать. Немножко бум-бам. Короче, просто замороженный сок. Банановый, виноградный, ананасовый. Это очень вкусно. Девочки, в Лиддере продается. Доехала маленький Лиддл. Вообще ничего интересного нет. Но продаются кактусы. Вы пробовали кактусы? Ой, мне когда ем мороженое, сразу сопли текут. А когда-нибудь ели кактусы? Я никогда. Ммм, вкусно. Самое вкусное мороженое этого года. Я вообще люблю манго замороженное. Маракуйя. Но это выглядит незрачно. Кстати, это самый модный цвет осени. Вот такой вот желтый. Вот такой пыльно выгоревший желтый. Серьезно? Сливочно-желтый. Не надо маникюр делать. Не знаю, приехала милая или нет. С Киева. Ой, как вкусненько. Жарко. Короче, прикол. У меня такой инсайд был. Смотрите, когда говорят, что типа старость, люди начинают там всякие банки собирать, сложно выкидывать им что-то, что-то все время откладывают. Короче, захламляются с возраста. Это действительно так. Мне жалко выбросить коробку от духов. Или от очков. Вот там, допустим, какие-нибудь очки фирменные. Ну, какие-нибудь. У меня много всяких фирменных и нефирменных. Какие-нибудь очки старые. Жан-Франко Ферре. Уже такого бренда, мне кажется, нет. Я все коробку храню. Или сомфорт. Очки уже потеряла. Что ты держишь этот чехол? Ты потерял очки. Все. Забудь ты про это. Выкини, 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 выкини. Какие-то рамочки. Какие-то тарелки. Треснула тарелка. Выкини. Что там треснутое стоит? И вот этот хлам, хлам, хлам. И он тяготит. Как пусто. Этот хлам, он вас тяготит. Он собирает лишний мусор. Он захламляет ваши ящики. Если ты вещью не пользовалась год, выкидывай. Выкидывай. Какие-то лаки для ногтей. Я их давно не крашиваю. Эти ногти. Какие-то старые маски Шесейда. Помните белая маска Шесейда? Глиняная. И уже 100 лет побед этой маски. Она новая. В смысле полная. Выкидывай. 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 Нет, лежит. Это просто примеры привела. Вот что первое пришло в голову. А такого хлама просто, наверное, море. Почему я подумала об этом? Найдите это видео. Я не могу вставить сейчас вам это видео, потому что оно... Ну, это что? Что-то видит какой-то блогер снимал. О, я его репостну. Вынести. И в телеге. Если найду. Короче, какая-то бабулечка вызывает себе скорую. Говорит, заснуть не могу. Давление подскочило. Сердце болит. Не могу без Ютуба заснуть. К ней приезжает скорая. Квалифицированные врачи, работники. Скорая. Все бесплатно. Как всегда. Все красиво. Бесплатно. И делают ей Ютуб. Буду спать легла. Но дело не в этом. Ладно, это тоже абсурдная ситуация. Дело в том, что она... Посмотрите на ее дом. Он у нее весь составлен. Вот так вот. Все составлено. Все составлено каким-то хламом. Я поняла, что... Ну, вот она старость. Я тоже такой скоро буду. Чистота, пустота и порядок. Вот что. Вот думаю об этом. Так, мои дорогие. Я почему не снимаю в этом супермаркете своим любимым? Здесь всегда играет музыка. Поэтому это плохо для монетизации. Хочу купить вот такой вот боксик. Я уже его сейчас здесь открыла. Не смогла закрыть заново. Короче, здесь два этажа. И я когда готовлю, я могу оставлять остатки на одном этаже и на другом. И чтобы не выбрасывать, и была экономия. Потому что сейчас жара, и это все надо в какие-то боксы. Я старые боксы все бы выкидывала страшные. Хочу взять вот такой вот боксик. Или вот такой вот. С прозрачной крышечкой. Это для овощей. Короче, очень классный пластик. И цвет такой вроде приятный, да? Жалко, что не зелененький. Ну, не яркий такой. Так, я взяла кефир. Тут у меня хлеб. Взяла стейки. Вот такие вот. Ну, сейчас дома покажу по покупке. Взяла вот такой вот на кефирный борщ свой. Взяла вот такую уже порезанную отварную свеклу. Пойдемте посмотрим на эту свеклу. Кислую. Ну, маринованную. Так, вот она. Маринованная свекла. Ну, давайте возьмем одну баночку, попробуем. Стоит всего 1 евро. Ничего не страшно. Нам это не страшно, да? Попробуем с ней сделать сегодня наш литовский борщ. Так, вот минералку взяла. Такую слабо газированную. Баранинку взяла себе. Тоже маринованная. На косточке должна быть вкусная. Кефир взяла. Вот так хочется этого вкусненького. Знаете, что я люблю? Вот это я еще люблю с картошечкой. Рататуй. Давайте возьмем. Такая вкуснямба. Тоже картошку молодую отвариваете. Вот с этой вот смешиваете. И можно мясца добавить. И просто вкуснотища. Хочется какую-то вкусняшечку. В этом магазине, кстати, нет эклера. Или не будем брать вкусняшку в этот раз. Никакие печенюшки. Я так поправилась. Уже посмотрите на эти щеки. Вот они, мои любимые носочки. Бамбуковые. Дим. Как раз вот мой размер. Они очень тоненькие. Они, единственное, быстро стираются. Прям вытираются конкретно. Ой, у меня такой гипс уже. Это я сегодня под порядком наводилась. Короче, смотрите. Хочу взять в этот раз вот такие вот. Хотя, может, они будут сильно торчать. Может, синие взять или просто черные тоненькие. А я вот эти возьму. Я уже брала такие. Помните? А вот Дим. Но это уже не бамбук. Вот это тоже Дим. И это Дим. Вау! Какие Валентин. В стиле Валентина. Хорошенькие. Я взяла бы, если бы такие были черненькие. Черненьких нету. Ну, давайте. Может, синие взять. Не знаю, синие яркие слишком. Именно мне нравится эта бамбуковая линеечка. Они тоненькие-тоненькие. Но короткие. У Фальки хорошие есть носки, а не высокие. Потому что, конечно, вот такие короткие должны быть высокие носки, чтобы нигде не вылезали. Ладно, давайте вот эти возьмем. Еще одни. Как раз будут с другими мешаться, да, и будет выгодно. Кстати, вот это очень хорошая бюджетная история для волос. Очень хороший. Пантин Прови. Я не знаю. По-моему, вот такой я брала. Мне нравилось. Или зеленую. Они всего 8 евро стоят. Но они очень-очень хорошие. Посмотрю дома, если у меня закончилось. Я их потом себе возьму в следующий раз. И Шатан Шолдерс я люблю как шампунь. Хотя у меня перхоти нет. Ну, редко бывает. Но если как-то там экстренно произойдет. Вообще, очень люблю Шатан Шолдерс. Какие-то волосы после этого шампуня плотные, послушные, тяжелые такие. Не пушатся. В общем, да. А это хорошая маска. Рекомендую. Сейчас не буду брать, мне пока не надо. Но почему бы и нет. Смотрите, а это что-то такое у них. А, это кондиционер. Надо попробовать. 4 евро всего. Ладно, пойдемте. Пойдемте. А, это что такое? А, это шампунчик. 7 евро. Когда, в какие времена стоил 7 евро пантин прави? Вообще, цены просто дико растут. Дико. Кстати, вы знаете, что джентльмены должны пользоваться носовыми платками. Вы когда в последний раз видели мужчину? Не дедушку пенсионера-ветерана с носовым платком. А они еще продаются, оказывается. Вот так вот. Это дамский платочек. Видите, написано «дамы». Прикольно. Бумагой пользуемся. Кстати, это плохо, что мы пользуемся бумагой. Надо пользоваться неодноразовым. Кофеечек, кофеечек, кофеечек. Что-то после мороженого мне вообще весело стало. А, сейчас будет кофеек. Дайте, 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 у меня же кофеечка. Еду довольная домой. Сейчас покажу вам все свои покупочки. Он же у меня на голове такой, боже мой, эти кудри. Этот спрей, который создает кудри, он их делает немножко такими сухими и жестковатыми, как будто бы вы купались в Малибу. И поэтому они такие немножко, такие вот колом стоят. Так, мои любимые. Я сейчас себе купила такую красоту. То ли меня кофе вставило, то ли, я не знаю что, я себе купила фартук с лимончиками. Такая прелесть. Мне еще понравилось, в Алде продается муслиновая такое одеялко. Тоненькое. Летняя одеялко муслиновая. 45 евро, что ли, стоит. И с подушками. Значит, две наволочки и подушка. Такой красивый, немножко такой пыльно-пудрово-зеленый цвет. Я уже не стала снимать. Они как раз сейчас, видите, уже 7. И они в 7 закрываются. И я быстро-быстро-быстро схватила редиску. Взяла кое-что вкусный десерт. Конечно, вы угадали. А может и нет. Смотрите дальше. В общем, короче, сейчас посмотрим. И я купила красивый фартук с лимонами. Такой прям веселый, классный. Так, ну что, читаю ваши сообщения, мои дорогие. Какие вы у меня хорошие. Какие вы мне всегда пишете теплые, добрые сообщения. Мне так приятно. Так. Опять валеда прилетела. Так, читаю, читаю. Мне всегда очень приятно. Мои дорогие, в прошлом конкурсе про покупку, закупку под еды. И, в общем, моих покупок победила Борисова. Борисова, Марина, Алтайский край, город Биск. Моя дорогая, вот твоя коробочка. Вот твоя коробочка. Не пробую, ложу тебе вот эту нитродженочку. Все, что было в коробочке, все там остается. Туда же летит еще консилер. И я тебе положу еще один подарочек от меня. Более кое-что существенное. Будет специальный влог, и я буду отправить твою посылку и покажу. Так, ну что, девочки, в машине я вам сказала, что я купила очень классный себе фартук. А как его открыть-то? Короче, фартук с лимончиками. Посмотрите, какой красивый лимончик. Здесь зеленые и такие приятные полосочки. То есть он яркий, но он как бы входит в колористику моего дома. Нет силы открыть упаковку. Вот, все. Жорик, иди сюда. Иди сюда, котенок. Посмотрите, какой хороший стопроцентный хлопок. Посмотрите, какой красивый. Но только он, конечно, сильно большой. Это на какую шею, блин? Давайте здесь завяжем узел. Я готовлю иногда в одежде, в которой я хожу. У меня нет специальной робы для готовки. Поэтому мне нужен хорошенький, вот такой вот, как хозяюшки фартушек. Так, у нас с вами есть 15 минут, даже 30. Короче, у меня закончились все овощи, которые мы с вами в прошлом распаковке распечатывали. У меня осталось только вот это. Один авокадо, два помидора. Вот эти помидоры оказались очень вкусные. Вот эти вот испанские. Зеленый помидор вкуснейший. Я купила сегодня какой-то опять новый ароматный помидор. Новый сорт ароматных помидор. Какие-то... Мне кажется, как будто грязная камера. Да? Вроде получше. Точно, получше стало. А я такая вся. Дольче и Габана. Сицилийские лимончики, будем считать их. Мне они очень нравятся. Ладно. Мороженое вам право у него рассказала. Я съела две. Она растаяла, она приготовила. Так, я взяла две бутылки минералки. Ну, я люблю вот эту минералочку. Ордаль. Она такая, знаете, мягкая. То есть она как бы, знаете, я не люблю минералку, потому что она очень горькая. Такая какая-то дерет горло. Вот эти крупные газировка, которые сильно грязные. А тут мягкие, мягкие. Полугазированная, я бы сказала, водичка. Я купила две бутылочки. Я очень люблю. Так. Боже мой. Я теперь приучилась не только в сумке таскать продукты, но и в таких вот ящичках. Они у меня складываются, лежат в машине. Так. Вот эти помидоры. Они как... 4,47 стоят. Два помидора. Маленький, большой. Называется Heile Ananas Tomaten. Желтые ананасные помидоры. Я в этом году все помидоры перепробую. Какие только есть. Как вам? А я такая вся. Дольче Габбана. Смотрите. Интересно, меня заблокирует YouTube за это. Как они пахнут. Такими сладкими помидорами с балкона. Вас бабушка выращивала на балконе помидоры? Вот такая вот сладкая ананасная ботва. Так. Ну что? Вот эти помидоры. Мои самые любимые сейчас. Вот эти еще не пробовала. Зеленые вкусные помидоры. Вот эти длинненькие. Тоже хорошенькие. Вкусные. 4 минуты. На салатик один помидорчик. Мне кажется, хорошо. Сейчас не буду пробовать. Нет времени. Надо мне уже ехать. Купила я вот эту коробку. 17 евро. Я потом посмотрела. Валди. Они были дешевле. Ну, чуть похуже пластик. Полегче. Это хороший пластик. Сигма. Вот. Вот эта маленькая штучка. Она мне не нужна. Это, наверное, знаете, брать с собой для соуса какого-нибудь. Малышечка. Ну, может быть, для каких-нибудь голова. В чем мне понравилось? Вот, допустим, я готовлю какую-то еду себе. Да? У меня остается немножко мяса, немножко гарнира. Я не люблю этот колхоз, когда кастрюли ставят, как в Совке делали, кастрюли ставили в холодильник. Потом в холодильнике нет места. Нужны контейнеры, поэтому и тут еще как бы все прозрачно, симпатичненько, так компактненько. Надо еще купить парочку. Хороший такой качественный пластик. Так, это мы положим в этот. В посуду. Посуду надо мыть. Посуды много накопилось. Взяла вот себе на завтра. Сегодня есть не хочу. Завтра, может быть, поем. Это 7 евро стоило. Потом оценили на 6,69. За 22 августа. Это маринованная баранина. Сейчас сразу в холодильник положу, чтобы не пользоваться. Топовый гарнир. Так, я купила себе, очень люблю сыр. Я купила сыра много сейчас, ну много, пару упаковочек сыра. Я купила себе вот такие вот, как пироженки упакованные. Это инжир. Ну, я купила всего 4 штучки. Всего 4 штучки я купила. Они что-то там по одному евро стоят по 97 центов. Не помню. Вот, в общем, по-моему, меньше евро штучка. 193, 97 центов одна штука. Вот, сейчас сезон, их надо есть. И они очень вкусны с сыром. Именно сыр. Хлеб я, по-моему, взяла. Так, вот такие потери, мне они еще пригодятся. Не выбрасываю. Здесь все пригодится. В общем, купила 4 штучки. Чтобы долго не лежали, не портились. Я взяла маринованную. Завтра будем готовить с вами борщ. Литовский с маринованной свеклой. Я взяла и такую свеколу еще. Ну, здесь их две упаковки на два салата. Я так поняла, смотрите. Раз. Удобно. И два. Здесь уже порезанная вкусная свеколочка. Я люблю настоящую свеклу. Конечно, я люблю настоящую свеклу. Но ее не было. Может, не сезон, я не знаю. Ну, какая есть. Вот такие две истории. Ну, вкусно. Это можно на салат, на винегрет, на борщ. Просто поесть моим смазиком с чесночком. С чесночком. В общем, классно. Купила две штучки кефир. Кефир, кефир, кефир. Для моего айрана закончился практически. Так что вместо айрана будет кефир, разбавленный минеральной водой. Взяла себе вот такие носочки. Второй раз их уже беру. Так как у меня уже две есть, две пары таких. Они у меня смешаются и будут носиться. Они очень тоненькие. Это стопроцентный хлопок какой-то бамбуковый. Видите, они прям прозрачные. Ножка в них дышит. Да, а ножка должна дышать. У нее же ее легкие есть, ей надо дышать. Взяла баночку рататуя. Отварю молодую картошечку. Порежу баранинку. Добавлю овощи рататуй. И у меня получится... У меня получится цимис. Так, это хлеб. Четыре вот таких вот маленьких пистолетчиц. Сейчас называется пистолетчиц. Не знаю, почему пистолетчиц. Смотрите, что я купила. Сейчас будем тестировать. Это мочи. Мочи кокосовые. И мочи манго. Ну, знаете, что такое мочи? Это самый вкусный десерт японский. Посмотрите. Боже. А что она не вытаскивается? А, все вытащилось. Я ручки помыла. Так, одну оставляем сюда на тарелочке. И надо немножко под это... Еще одни мочи кокосовые. Ммм, как вкусно. И надо немножко подрастать. Они слишком замороженные. Я мочи обожаю. Они такие несладкие десерты. Это кокосовый мочи. Редиска. Сегодня немного покупок. Два сыра. Два вот таких вот сырка. Орденовский сыр. Нежный и сливочный. Это вот такие сырки. Типа бри, типа... Вот они такие вот. Кстати, вы знали, что это тоже белая плесень? Типа бри. Сейчас вот я их в этот контейнер и уберу. Сыр, он пахнет в этом. И вот такой сыр. Порезать кусочками его с этим... С инжиром вместе. Боже, какая красота. С ягодами. Я вроде бы ягоды какие-то брала. А нет. Не взяла. Покрутила, покрутила. Ягоды не стала брать. Какие-то они были грустные. И петрушку. Вот и все мои покупочки, что ли? Что-то я, мне кажется, еще брала. Да? Расскажите, для чего использовать такой маленький контейнер в холодильнике? Боже, у меня воняет какими-то письками немытыми эти сыры. Давайте подегустируем еще. Посмотрите, какая текстура. Внутри как будто замороженное, сливочное мороженое. Вот этот вот стаканчик. Помните наш советский пломбир? Очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Вот это внутри прям мороженое. Ну что? Мне интересно, какое у меня получится. Вот это, видите, прям кефир написано. Прямо по-русски кефир. Все, переворачивает картинку, зараза. Я не знаю, почему. Как он? Лимончелло. Что-то ничего не купила, опять какие-то денег потратила. Хоть из дома не выходи. Вкусно? Ну, кокосовые мне больше понравились, мочи, девочки. Но они послаще кокосовые. Кокосовые послаще и более такие ванильно-сливочные. А манго, это манго. А, вот что я еще купила, посмотрите, какие классные коврики. Две штучки на более шеи. Это чтобы на террасе. У меня там такой столик есть. Он что-то как-то подвыгорел такой неприятный. Чтобы на террасе пить кофе, там у меня столик такой низенький стоит, можно положить вот такую вот подстилочку. Надо было четыре купить, но я взяла две. Симпатично, правда? Ну, какую-то тарелочку поставить. Ну, короче, для улицы. Может, кто придет кофе ко мне попить на террасу? Вот, пожалуйста. Вот в террасе весь мусор выбросили. Кроме вот этого органического мусора, надо его еще как-то придумать. И, в общем, вот такие вот подстилочки. Теперь точно все с покупками. Кстати, я хотела вам рассказать про эту штуку. Про это яблочко, которое налила вот эту жидкость. Нифига оно не помогает. Вот у меня какие-то остатки ягод лежат. И эти мухи, конечно же, туда прилетают, на эти ягоды. Все органическое надо убирать в холодильник. Особенно эти мухи любят банан какой-нибудь вот такой, который уже прям совсем плохой. Какие-нибудь такие вот продукты, которые прям все уже портятся. Поэтому туда эти мелкие мухи прилетают. И ничего им не помогает. Вот она, она не рабочая. Ну, там плавает пару мушек. Я так поняла, что они туда залетают, и все. Ну, есть пару мушечек. Есть, видно вам? Есть пару мушечек. Но не так, что прям много. Не залетают они туда. Не ведутся они на этот уксус. Пахнет уксусом яблочным эта продукция. Так, все, я поехала к Николь ужинать. Как я уже наелась. Мочи, мороженого, и вообще не голодная. Сейчас я уберу эти мочи. А может, с собой взять книгузьки? Они, наверное, не помню, любят эти мочи. Японский десерт. Шесть штучек с мороженым. Манго и маракуйя. И кокос. Мне кокос больше понравился. Вот, напишите, что вы думаете про мои покупочки. Носочки Дим – это топ. Кефир – это топ. Рототу – это топ. Помидор – это топ. Эротический помидор – это топ. Все топ. Живите в удовольствие. Радуйтесь. Наслаждайтесь. Я хочу поскорее снять этот дебильный... Мне хочется его прям отодрать. У меня прям руки уже все, мне кажется, там с ума сошли. Мне кажется, они будут белые руки. Под этим белым... Сколько уже хожу с ним? Почти три недели. Ну все, в понедельник пойду. Скажу доктору, что уже больше трех недель в нем хожу. Как вы думаете? Или не надо? В этом деле нельзя обманывать. Просто он скажет, еще ходи неделю. Я не выдержу. Я не выдержу. Целую вас. Обнимаю ваш Аня Купер. Очень вас люблю. Все, поехала к Никузке, она уже пишет. А я такая вся в Дольче Габбана. Я такая вся в Дольче Габбана. Кстати, как вам платье? Оно просто шикарнейшее, правда? Кстати, размер S. Я, конечно, в нем дышу, но не скажу, что прямо оно здесь вот свободное мне. Оно не растягивается здесь. Размер S. Мне кажется, очень красиво. Пока-пока-пока. Забыла, забыла, забыла. Самое главное. Потом так я думаю, можешь не показывать, хейтеры с ума сойдут. Потом думаю, ну что? Честно же у меня все. Конечно же эклер. Я сейчас его не буду есть, девочки. Завтра на завтрак. Но я опять его увидела. И не смогла пройти мимо. Конечно же эклерчик. Уже не могу открыть упаковку. Посмотрите на них. Эклерчики. Мягенькие такие. Дышащие. Как живые я их называю. Они очень вкусные. Что, сейчас не хочу. Я уже объела всего сладкого. Но теперь уже точно все. Пока-пока. В следующем влоге будем есть эклеры.